Доказано, что люди, которые завтракают по утрам, лучше поддерживают физическую форму и быстрее соображают, нежели те, кто утром просто не может себя заставить поесть. Сегодня у меня в гостях финалист шоу Украина Майя Талант, пятый сезон Максим Чечнев, который расскажет, как легко приготовить вкусный энергетически заряжающий завтрак. Встречайте! Максим, здравствуй! Рада видеть тебя на кухне. Сегодня мы будем с вами готовить энергетическую бомбу и яичный рулет с овощами. То есть это тот завтрак, который поможет зарядиться энергией и способствует улучшению памяти, потому что память у Максима отличная. Руками, ногами, на ослеп или под водой? Нет, это не техника сплавления. Это способы, которыми Максим Чечнев собирает кубик Рубика. Завдяки своим феноменальным, разумовым здебностям, памяти и харизме Максиму удалось подкорить главную сцену Украины. Кубик собран, спасибо большое! Это сердце миллионов шанувальников в мире. Сегодня 23-летний Максим выходит в двадцатку лучших спид кубиков в мире, что может собирать кубик Рубика на осле. Для бомбочек нам нужен сыр, который мы уже натёрли. Натёртый сыр, так. Для бомбочек нам ещё нужна морковка, которую мы тоже натёрли. То есть это мелко-мелко натёртая морковка, так. Также нам понадобится ложка сметаны, ещё укроп, соль и перец. Сколько нам нужно сыра? Примерно 250 грамм. Вот здесь вот, ты столько уже и натёр. Сколько нужно. А моркови? Одной морковки будет достаточно. Так, значит, я возьму половину вот этого количества. А я буду готовить в это время рулет. Давай. Высыпайте всё, кстати. Всё высыпать? Да, так вкуснее будет. Давайте я вам помогу с ложечкой сметаны. Вот так вот. Высыпай всё, вкуснее будет. Да. Мы сегодня по такому принципу готовим. То есть это теперь как-то должно в какую-то однородную консистенцию сложиться? Ну да. Ещё укроп нужно измельчить. Сейчас я это сделаю, займусь. А когда ты впервые взялся за кубик Рубика? Вообще это интересная история. Я просто ехал в трамвае и увидел, как парень крутит кубик. Ну и потом себе тоже купил, стал тоже заниматься. А давно это было? Это 4 года назад было. А потом вот вроде как бы такое увлечение, ну ненадолго, да, должно быть такое маленькое увлечение, маленькая головоломка. Ну да, собрал, да и всё. А на самом деле раз я смотрю, и люди, которые меня видят с кубиком, они на меня обращают внимание, они задают мне всякие разные вопросы. И мне стало интересно этим заниматься. После чего я узнал, что кубик можно собирать ещё и вслепую. Тогда вообще интересно стало. И вот каждый раз появляется что-то то, ну что-то, что заставляет меня продолжать заниматься. Я понял, насколько это многогранное явление, многогранное увлечение. Можно развиваться бесконечно. Тебе как-то вот это увлечение может помочь, например, зарабатывать деньги? Ну я понимаю, что «Украина. Моя талант» это шоу, в котором можно победить, получить денежное вознаграждение. А вот в жизни? Благодаря кубику я нашёл себе и работу, ещё познакомился с девушкой, которая вот эти все прекрасные чудеса мне и готовила. На какую работу тебя привёл кубик Рубика, если не секрет? Я работаю с детьми, обучаю детей собирать головоломки. Всё это называется очень пафосно, но на самом деле всё просто. Название профессии «Инструктор по развитию логики». Ну всё, что я делаю, это занимаюсь с детьми головоломками, учу их собирать всякими разными способами, ну и так далее. Им интересно, правда? Конечно, интересно. А с какого возраста можно вот так уже с детьми заниматься? Самый мой юный ученик 5 лет, но это особый случай, мальчик-шахматист. Врождённый талант. Врождённый талант. А твой талант врождённый, Максим? А у меня вообще нет никакого таланта. Ну конечно же. И что нам с этим укропом теперь делать? Ну добавляем его в смесь. Сюда высыпаем. Да. Так, теперь из всей этой смеси мы с вами делаем шарики. Вот такого размера бомбочки, как ты считаешь, хороши будут? В самый раз. А давайте я пока займусь рулетиком. Для рулета нам понадобится творог 250 грамм. Кроме этого нам понадобится несколько помидоров без шкурки. Для этого ещё нам понадобится один запечённый болгарский перец. Вот они, наши брокколи. Базилик. Вот он, наш базилик. Все эти брокколи мы проварили в течение пяти минут в подсоленной воде. И сейчас кладём в блендер, для того, чтобы измельчить. Добавляем туда четыре яйца. Заливаем. Берём сливки и заливаем сюда сливки. Какое количество сливок нужно взять? 150 грамм. Ещё нужно добавить немножко чёрного перца. Давай, для вкуса. А соль? Соль потом. Итак, выливаем. Кроме помидоров и перца у нас ещё не задействован сыр. И сейчас мы засыпем сюда две столовые ложки этого тёртого сыра. То есть у нас в полезном завтраке сыра достаточное количество. Потому что здесь и белок, и кальций. Ну всё, что нужно, чтобы соображать. Пожалуйста, кубиками нарежьте перец. Меленькими? Да, меленькими. И помидорчики. В школе ты когда учился, у тебя математика, геометрия были любимые предметы? Нет, любимым предметом у меня была физкультура в школе. А кубиком я начал увлекаться уже после того, как стал студентом. Хотя все почему-то думают, что я с детства с этими кубиками вожусь. Ну, я тоже так подумала. Вот он наш противень. Надя, я хотел бы вас попросить разогреть духовку до 180 градусов. Положили пергамент и смазываем всё это растительным маслом. Выливаем. Какой толщины должен слой получиться? Примерно полсантиметра. То есть мы ещё и сворачивать будем, правильно? Да. Это же рулет? Обязательно. Отправляем в духовку? На 12 минут, чтобы он был у нас золотистый. Давай. 12 минут при температуре 180 градусов, а мы тем временем... Сделаем начинку. Да, тем более, что перец я уже практически порезала. А что нам ещё понадобится? Ещё надо нарезать помидорки. На самом деле, до того, как ты 4 года назад увлёкся кубиком Рубика, складыванием его, у тебя же были какие-то мысли о том, чем ты будешь в жизни заниматься, что тебя интересовало? Я учусь на учителя английского языка и учу детишек английскому. С недавнего времени стал учить детей собирать головоломки. Здорово. То есть ты учишься и работаешь одновременно, да? Ну, как и многие сейчас. Да, это очень правильно, очень хорошо. Давайте пока что наши бомбочки в холодильник спрячем, чтобы сохранили вкус, чтобы форму держали. Смело наши бомбочки отправляй в холодильник. Для того, чтобы творог был подходящим для нашей начинки, его нужно обязательно перетереть через сито. Берём с вами перетёртый уже творог, сметану, которую мы в него добавили, базилик, перец, помидоры. Всё туда, да? И всё это туда. Давай. Так, это у нас сколько тут? Два помидора и два болгарских перца, печёных. Да. Так, ещё остаётся базилик. Итак, достаём нашу золотистую корочку. Я не знаю, как это сделать. А, не можешь достать, давай. Одной не хватает руки, да? Нет, кубик Рубика вслепую собирать, у него рук хватает. А рулет достать? Итак, теперь вот эту смесь засыпаем и распределяем ровным слоем. И так нужно аккуратно, чтобы не обжечься. И теперь заворачиваем всё это аккуратненько, как меня учила девушка. Докручиваем рулет до конца. И получается вот такое чудо. А я пока напомню, как мы готовили яичный рулет и энергетические бомбы. Для приготовления энергетических бомб вам понадобится морковь, тёртый сыр, грецкие орехи, семечки, укроп, чёрный перец, кориандр и сметана. Натереть сыр на тёрке. Натереть морковку и выжать из неё сок через марлю. Нарезать укроп. Смешать ингредиенты со сметаной. Скатать из полученной овощной творожной смеси шарики, обвалять со всех сторон орехами и семечками. Для приготовления яичного рулета с творогом и овощами вам понадобится творог, помидоры, болгарский перец, брокколи, базилик, яйца, сливки, тёртый сыр, растительное масло, соль и перец. Отваренные брокколи положить в блендер, добавить сливки, яйца, соль и перец. Измельчить смесь до однородной массы. Добавить тёртый сыр. Перемешать. Духовку разогреть до 180 градусов. Противень смазать растительным маслом и застелить пергаментом. Выложить смесь на пергамент. Выпекать в духовке 12 минут до образования золотистой корочки. Помидоры конкассе и запечённый болгарский перец нарезать кубиками. Измельчить базилик. Смешать помидоры, перец, творог и базилик. Испечённый корж распределить по нему начинку и скатать. Поставить в холодильник на 15-20 минут. Всё начиналось с того, что мы готовим энергетический завтрак. А в итоге я вижу ещё и очень красивый завтрак. Так что будем пробовать твой энергетический завтрак. Даже не знаю, что мне больше понравилось. Никогда бы не подумала, что я ела омлет. Это совершенно новое блюдо. Если вам чем-то это напомнило обычный омлет, вы ошибаетесь. Это вкусно. Есть люди, которым не очень нравится брокколи. Ну, у неё своеобразный вкус. Так вот в этом омлете, в этом яичном рулете, брокколи вообще не чувствуется. Только даёт вот такой красивый цвет и все свои полезные свойства этому блюду отдаёт. Так что я в восторге от вот этого рулета. А, ничего, кстати. Ничего себе, это вкусно! По поводу этого завтрака, помимо того, что энергетический, я хочу сказать, что он очень сытный, лёгкий и освежающий. Привет, друзья! Понравилось видео? Ну что же, оставляйте свои комментарии, делитесь им с друзьями и подписывайтесь на наш канал, чтобы первым быть в курсе всех полезных и интересных новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова